День физкультур Сегодня этот праздник используется для пропаганды здорового образа жизни, а также для популяризации занятий физкультурой и спортом. В Таганруге накануне Дня физкультурника прошел большой детский спортивный праздник. Его организовали на базе детского сада номер один, который, кстати, был открыт год тому назад. Спорт надо жить ярко, надо побеждать честно. Прививать любовь к физкультуре и спорту необходимо с раннего детства. Об этом вам скажет любой педагог. Именно поэтому сегодня в детских садах перечень различных занятий входит и физкультура. Малыши из детского сада «Капитошка» решили показать взрослым, на что они способны. В этот день к ним в гости пришли заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева, председатель спорткомитета города Юлия Жданова. А еще посмотреть на работу коллекции ехали инструкторы физкультуры из нескольких детских садов города. Для всех гостей ребята подготовили небольшое выступление, которое прошло с участием Мишки, главного символа Московской Олимпиады 1980 года. Кстати, в этом году мы отмечаем юбилей этого прекрасного спортивного праздника – Олимпиаде 80 уже 40 лет. Поэтому вместе с Мишкой малыши показали небольшой музыкально-спортивный номер. В этот день спортивные инструкторы из других дошкольных учреждений города оказались в детском саду «Капитошка» не случайно. Они получали поздравления с праздником и благодарственные письма за вклад в физическое развитие детей. Искренне поздравляю вас с наступающим праздником Днем физкультурника. Как сказала ведущая, действительно в этот день можно поздравлять не только профессиональных спортсменов, но всех тех, кто любит спорт. Всех тех, кто с самого юного возраста, как наши сегодняшние участники, привержены здоровому образу жизни. И отдельные слова благодарности в этот день хотелось бы адресовать людям, которые помогают воспитывать в наших юных таганрожцах вкус и моду на здоровый образ жизни. Спасибо вам, наши уважаемые педагогические работники. Поздравила присутствующих с праздником и председатель спорткомитета города Юлия Жданова. Она подарила детскому саду спортинвентарь и дала старш детской эстафете. Объявляю веселые старты, посвященные Дню физкультурника и Всероссийскому Олимпийскому дню открытыми. Две команды малышей сразились за звание лучших из лучших. Им предстояло пройти короткую эстафетную дистанцию, включающую в себя прыжки через кольца и преодоление препятствия в виде мостика. По результатам командных соревнований все участники получили грамоты и медали. В церемонии награждения малышей приняли участие спортивные инструкторы. О своих личных спортивных достижениях инструкторы по физкультуре, которые работают в детских садах города, готовы рассказать немало. Есть среди них профессиональные фитнес-инструкторы и даже кандидаты в мастера спорта. Их объединяет одно – большая любовь к детям, желание привить им, любовь к здоровому образу жизни. Многие из них работают с детьми с ограниченными возможностями. Детки у нас разные, но у нас есть три группы для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Это и умственно отсталые дети, и дети с нарушением аутистического спектра. И вы знаете, вот даже мой самый небольшой успех для них – это огромное достижение. Поэтому для меня эта награда очень значима. Я вот знаю, что я не зря вкладываю свои усилия, знания в реабилитацию детей-инвалидов. Малыши – это первая ступень, которая ведет к здоровой будущей нации. Поэтому мы стараемся именно вот с этих малышей приобщить все наше будущее поколение к здоровому образу жизни. Но спорт был по жизни со мной. Я занималась аэробикой и другими оздоровительными гимнастиками. А почему именно детский сад? Наверное, потому что дети, которые дарят тепло, радость, позитив, с ними приятно, заряжаешься положительными эмоциями и даришь в ответ то же самое им. Я еще прошла специальное обучение, лечебная физкультура и посвятила работу с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей-инвалидов. На сей день работаю с такими детьми. Это не значит, что эти дети не могут дальше заниматься спортом. Я делаю все возможное для того, чтобы подготовить этих детей и первую ступеньку дать в выборе спорта, и чтобы дальше они и родители им помогали в этом, и много усилий к этому прикладываю. Спортивный праздник в первом детском саду – это всего лишь одна прекрасная зарисовка мероприятий, которые пройдут в Таганроге в Дню физкультурника. Таганроженке Маргарите Сергеевне Киричек повезло встретить свой 90-летний юбилей не только в кругу семьи. В гости к известному таганрогскому краеведу пришел глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. Он поздравил Маргариту Сергеевну с юбилеем и выразил слова признательности за ее труд на благо родного города. С вашими заслугами перед городом можно и себе примите иственные поздравления с вашим юбилеем. Слава благодарности за ваш вклад в популяризацию истории города. Потому что очень много было сделано. Я думаю, что благодаря вашим трудам многие жители взглянули на историю города Таганрога. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Большая честь. Маргарита Сергеевна Киричек родилась в Ростове-на-Дону. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями работала в санитарном поезде. Ухаживать за ранеными она начала в 12 лет. День Победы встретила в Польше. Тогда Маргарите было 14. Вы знаете, самые яркие мои воспоминания связаны с войной. Потому что, как вы уже слышали, что мне пришлось в раннем возрасте окунуться в эту жизнь. Вращаться все время в госпиталях, в санитарном поезде с ранеными, видеть вот это все. Безусловно, это самое яркое воспоминание в моей жизни. Но, слава Богу, как говорится, семья наша осталась жива. И вот я, так сказать, нормально выжила, пережила эту войну. В 1946 году Маргарита Сергеевна переехала в Таганрог. Получила инженерную специальность. Долго работала в конструкторском бюро. Но по состоянию здоровья была вынуждена сменить профессию. Ее привлекало творчество. Сколько себя помнит, она всегда писала стихи. В 1967 году решила попробовать себя в прозе. Ее публикации стали появляться в «Таганрогской правде», «Таганрогском вестнике», «Ветеране Дона», в историко-литературном «Альманахи Вехи Таганрога» и других изданиях. Почти 300 ее заметок вошли в энциклопедию Таганрога. А еще Маргарита Киричек занялась вопросами краеведения. Работала экскурсоводом. А потом поняла, что наработанного материала по краеведению хватит на несколько книг. И сегодня Маргариту Киричек многие знают как автора пяти прекрасных книг о «Таганроге». Первая книга моя была о библиотеке, о Чеховской библиотеке. И, собственно говоря, она называется «История библиотечного дела». То есть это не только Чеховская библиотека, но вообще от начала библиотечного дела в Таганроге. Вторая книга была о больнице Зака. Это третья больница на Красном. Потом была книга о парке, потому что было двухсотлетие парка. Я написала о парке. Затем о площадях Таганрога тоже толчок какой был. Спросила как-то знакомого. Я спросила, а вот как вы думаете, сколько площадей в Таганроге? Ну, человек мне ответил, ну, я знаю пять. Я говорю, а я знаю семнадцать. Ну, и, в общем, вот я написала это. Потом я написала о храмах Таганрога еще одну книгу. «Святые купола Таганрога». И затем их именами названы улицы. Свою последнюю книгу Маргарита Сергеевна издала в 2010 году. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но всегда в курсе всего, что происходит в городе. Где какая мемориальная доска открывается, что происходит с памятниками и другими историческими местами города. Книги она пока не пишет, но любовь к поэзии осталась. Накануне своего юбилея Маргарита Сергеевна написала новое стихотворение о себе, о войне, о своей семье. Его она с удовольствием прочитала главе администрации города Андрею Лисицкому. «Сегодня мне 90, а столько лет прожить непросто. И долгая жизнь нелегкой была. Сколько событий вместила она. Родилась я в Ростове, на дачном поселке. Семья наша – мама, папа, я и сестренка. Детство мое оборвала война, много бед она людям тогда принесла. Я не сражалась на фронте, до этого не доросла. Но было мне всего лишь 12, когда я работать пошла. В госпитале военном санитаркой мыла полы, бинты и белье стирала, испачканной в крови. И письма родным писала за тех, кто писать не могли». В свой юбилей Маргарита Сергеевна не только встречала гостей и читала свои стихи, но еще и делилась своими желаниями. А они у нее есть, потому что и в 90 лет можно сказать, что жизнь только начинается. Ну, желание, вы знаете, если в личном плане, то, конечно, это связано с семьей. Вот, потому что, ну вот, у меня муж умер уже давно, я вдова. Но у меня две дочери, внук и внучка, две правнучки. Я хочу, чтобы был мир на земле, чтобы все дети и внуки, и правнуки были живы и здоровы. Хочется еще мне самой пожить немного еще хотя бы, потому что я вообще человек такой, ну, жизнелюб. Я, я многим, вот мне сейчас даже меня спрашивают люди, ну, как бы дать такой вопрос, «Ну, зачем оно тебе надо?» А я интересуюсь абсолютно всем. Где какую доску открыли, где какую, кто книгу написал. Ну, вот, в смысле, в таком личном плане, это вот, конечно, чтобы был мир, здоровье, и, безусловно, еще жить. В Таганрог снова приехала настоящая камчатская рыба. Рыбные деликатесы от камчатских производителей уже успели завоевать сердца таганрогских гурманов. Рыбную продукцию, как всегда, можно приобрести в ДК Ленина. Камчатские производители будут в Таганроге до 9 августа включительно. Дары Охотского моря и Тихого океана снова привезли в Таганрог. Сегодня камчатские производители готовы предложить к вашему столу вкуснейшие рыбные деликатесы. На прилавках, как всегда, богатый выбор рыбы – палтус, белорыбеца, омуль, кижич, корюшка и, конечно, гордость камчатских рыбаков – свежая, янтарная, красная икра. Приготовлена камчатская рыба по-разному. Есть вяленая, слабосоленая и, конечно, представлено много копченых сортов. Причем процесс приготовления максимально натуральный – на ольхе, яблоне или вишне. Есть деликатесы холодного и горячего копчения. Для жителей Таганрога привезли широкий ассортимент камчатских деликатесов. Из крупного отборного сырья особым спросом пользуются чавыча слабосоленая. Прекрасный представитель белка в 100 граммах содержится половина суточной нормы. Также она богата калием, фосфором, йодом, натрием. Кислота омега-3 является эффективным элементом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также в ней содержится практически весь комплекс витаминов. Продукция вся готовится из свежего отборного сырья. Доставляется строго без заморозки. За счет этого сохраняются все полезные свойства и вкусовые качества. Рыба, представленная в магазине, доставляется напрямую с рыболовецких предприятий Камчатского края. Транспортируется в пункт переработки в незамороженном виде, сохраняя все полезные качества и свойства. Именно за это покупатели любят и ценят настоящую камчатскую продукцию. При бережном приготовлении в ней сохраняется максимум полезных свойств. Такой деликатес богат кислотами омега-3 и омега-6, фосфором, кальцием, йодом. Рыба холодного и горячего копчения в рулетах и пластами на любой даже самый взыскательный вкус. Покупатели в обиде не будут. Такие настоящие деликатесы можно отведать только здесь. Многие таганрожцы уже стали постоянными покупателями и каждый раз с нетерпением ждут, когда камчатская рыба снова приедет в наш город. За рыбкой и за икрой. Рыба очень вкусная. Я уже как бы тоже брала несколько раз и чавычу, и вот белорыбицу. Икра у них очень вкусная действительно. Красная икра очень вкусная. И даже рекламирую своим знакомым, чтобы приходили. То есть вы уже, можно сказать, постоянно покупатель? Да, да, да. Вот с подругой. И подругу уже привела свою второй раз. Приобрести все эти камчатские деликатесы можно в концертном зале «Алим» бывшем ДК Ленина по адресу улица Заводская, 20-3 до 9 августа включительно. «Мелодия настроений» – так называется новая выставка, которая открылась в Союзе художников города. Полгода поклонники живописи Таганрога не имели возможности посещать вернисажи любимых художников. Да и сегодня допуск в выставочные залы ограничен. Наш корреспондент побывала на выставке и хочет представить вам новое имя. Знакомьтесь, художница Елена Сацура. На вернисаж она представила 56 работ, выполненных в разной технике. Современное искусство очень многогранное и разноплановое. Мастихиновая живопись – техника удивительная. Она позволяет создавать картины, которые отличаются фактурностью, объемом, необыкновенной частотой красок. Все это есть в полотнах Елены Сацура. Широкий мазок, чистая цветовая гамма отличают ее на терморты и пейзажи. Они задают радостное светлое настроение всему вернисажу. В Таганроге я уже 7 лет, переехала со всей семьей. Я училась в Хабаровском университете, закончила худограф с отличием. Сразу, так сказать, с первого курса была активной и в художественной области, и в области учебы, и методических разных разработок педагогической деятельности. На третьем курсе я уже получила титул «Лучшая студентка года», «Лучшая студентка пединститута». И на третьем курсе я уже представляла, как лучшую студентку пединститута среди других педагогических вузов всего края. Какое впечатление производит выставка Елены Сацура? Если картины художника написаны в разной манере, в них нет общих объединяющих черт, это означает, что авторский стиль в живописи еще не сформирован. Однако всему свое время стиль появится, если художник часто выставляется, много работает над собой. Увлеченность и трудолюбие сами все сделают. В студенческие годы мне казалось, что люди, когда смотрят мои работы, думают о том, что они все разные, у нее нет своего стиля, она все не может определиться, в каком стиле, в каком жанре ей рисовать. Но мне так никто лично не говорил, это я так думала. То есть это, наверное, неуверенность была в себе. А потом, где-то через несколько лет, когда я уже закончила институт, у меня были выставки там, там, коллективные выставки с союзом художников, персональная даже выставка у меня была по компьютерной графике. И мне мои знакомые стали говорить, ты такая разная, твои работы такие разные. И они говорили, что когда приходишь, смотришь на них, вот ощущение такое, что любой человек, который зайдет в зал, он найдет что-то свое. И потом я вот подумала, и мне эта мысль очень понравилась. И я вот тогда, так сказать, расслабилась и стала просто рисовать вот то, что вот я сейчас хочу. В каком-то определенном направлении, в каком-то стиле, какие-то жанры тоже. То есть у меня они, это временное, вот оно то одно мне нравится, то другое, то импрессионизм, то только мастахин, то нет, кисточка и аккуратненько, аккуратненько, с лизировочкой. То есть вот это даже не настроение, это вот состояние души. И вот все время вот все меняется, меняется. И мне во всем вот это интересно. К своим годам художница немалого достигла. Она член Международного союза художников-педагогов, член Молодежного союза художников при Всероссийском союзе живописцев. Летний, хороший, чистый, нет грязи, жизни, различные живописи, графика, масло великолепное, акварель легкая, красивая, пушистая, душистая, хочется дышать, смотреть и чувствовать жизнь. Стиль в рисовании хотят выработать многие художники. Ведь каждому хочется, чтобы твои картины не были похожи на работы других живописцев. В Таганроге Елену Сацура пока еще знают мало. Вот и хочется пожелать ей почаще выставляться в совместных вернисажах. Такие выставки дают возможность сравнивать, учиться, расти и развиваться. Творчество, не бояться экспериментов, смотреть вперед, не бояться критики и развиваться. Это самое главное. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски вы можете пересмотреть на сайте www.taganrogtv.ru или на наших страницах в соцсетях. Субтитры подогнал «Симон»